каждый сезон игроки в особенности кто в destiny 2 пришел недавно спрашивают меня в комментариях и в сообщениях а какое оружие лучше взять для а дальше идет любая активность от затерянного сектора до испытания сириса или рейда что же давайте значит будем каждый сезон ждать нового оружия смотреть как она меняет мету и тогда делать такие вот топ-листы наиболее метовых пушек в разных сценариях сезоны избранный и сплайсер принесли игрокам массу отличного легендарного снаряжения нам есть что пофармить так что ограничить этот список было непросто важная оговорка для экспертов по экспертам видео я опирался именно на популярность и доступность оружия старался обозначить то оружие которое может достать новичок прямо сейчас в игре и чаще всего в одиночку а еще руководствовался рейтингом популярности оружия сайта destiny tracker ну а теперь коротко о десяти пушках которые возглавляют топ пве в сезоне сплейсер начнем наш список с одной из моих самых любимых ппшек превосходное исполнение этот пистолет пулемет я использую буквально каждый день в самых разных пве активностях от простых и до самых сложных получить это оружие можно проходя арену прошлого сезона поля сражений или из дропа плейлистов и фокусированных теневых энграм превосходное исполнение отличный выбор в первый слот агрессивная рама одна из лучших для этого класса оружия а набор перков позволяет выбить поистине прекрасный ролл из рекомендаций зауженный ствол расширенный магазин переполнение или изгой и безумие или магазин для множественных убийств хотя по большому счету в последней колонке вам может упасть полоса удач или один за всех которые также не будут самым плохим вариантом для быстрой зачистки волн мобов подходит идеально следующее оружие гранатомет код зажигания гранатомет также в первый слот а появился он лишь в этом сезоне как давно мы ждали греник первый слот получить его можно из активности взлом плейлистов или из фокусированных теневых энграм главная фишка гранатомета по которой его полюбили это возможность получить перк стрельба в скольжении который будет без всякой задержки перезаряжать ваш гранатомет каждый раз когда вы используете подкат это позволяет вам вносить урон по мини боссом и крупным противникам невероятно быстро да и под зачистку мелких мобов прущих на вас толпой тоже очень даже подходит перки которые вам нужны предельная мощность ослепляющие гранаты или гранаты шипы стрельба в скольжении или чисто любивый ассасин а в последнюю колонку хорошо подойдет безумие ну или стрижающее оружие третья легендарка в нашем списке полихромная лихорадка да автомат со скорострельностью в 720 выстрелов в минуту кто бы мог подумать но он и правда удивляет у него потрясающая точность стрельбы с которой очень приятно играть набор перков падает тоже занятный чеканные нарезы тактический магазин питающая ярость и киллерский магазин или полоса удач в последний слот мне вот повезло я по моему за первый же заход выбил в отличные роллы с подобным роллом вы будете комфортно себя чувствовать при фарме с сезонной арены взлом прохождение налетов и любых других на самом деле активностей до автоматы не самый популярный вид оружия вернее он популярный но далеко не всегда полезный но конкретно для полихромной лихорадки я бы сделал исключение следующее оружие дробовик в обратном порядке это слаговый дробовик то есть тот который стреляет одной пулей вместо дроби получить его можно из случайных наград за прохождение плейлистов а также за пакеты рангов оружейника банши 44 обращай внимание на следующие перки зауженный ствол штурмовой магазин кобуру с автоподзарядом и стрижающее оружие или в окружении использовать этот дробовик тебе нужно на фазе урона по боссам причем по любым по рейдовым по боссам налетов по боссам в подземельях по любым кладезь варлока с сапожками луна фракции и поехали в идеале тебе бы конечно выбить еще такой же дробовик с точной рамой из рейда склеп глубокого камня но все же для начала раз уж мы говорим про доступные любому игроку пушки обзавестись можно этим экземпляром когда я вожу новичков на рейд на стримах я всегда спрашиваю есть ли такой дробовик у них и чаще всего его не используют так что исправляйтесь это одна из ключевых легендарок для урона также важно иметь в своем арсенале хороший меч ну какой страж без меча лезвие гильотины этот меч также можно получить из случайных наград в любой активности меч также будет использоваться для урона по чемпионам и боссам так что тебе очень важно подобрать правильные перки отточенная кромка мастерская горда град ударов и клинковый вихрь или в окружении в последний слот это действительно важная часть твоего арсенала я подробнее рассказывал об этих мечах в отдельном видео в сезоне прибытия так что посмотри его чтобы знать как вообще правильно этим мечом пользоваться для достижения максимального урона и да я сейчас не называю новый меч для титанов именно потому что он только для титанов а мы все же для всех делаем топ следующее оружие я прям полюбил за последнее время гранатомет залп мародера это гранатомет по квесту от банши 44 который он выдавал в прошлом сезоне квест называется грязное дело он может показаться затянутым но поверьте он того стоит греник также стал одним из тех оружий которые я использую регулярно круче всего что в перках гранатомета ты можешь переключать ключевые характеристики зависимости от задачи на чистку мобов ставишь чистолюбивый ассасин и цепную реакцию выстрел убил мопсов за убийство тебе зарядили две гранаты вместо одной и так вот и наваливаешь по толпам противников но как доберешься до босса переключаешься на стрижающее оружие и все максимально универсальный набор в одном флаконе в текущем сезоне с модом вход и зачистка на увеличенный урон от гранатомета он играет как нельзя лучше случайная переменная старая новая ппшка от фракции культ грядущей войны которую можно получить из случайных наград или скрафтить из теневых анграм призма преобразователи пистолет пулемет на облегченной раме с электрическим уроном сразу полюбился многим игрокам особенно тем кому повезло выбить ее с удачным набором перков зауженный ствол рикошетные патроны или расширенный магазин питающая ярость и магазин для множественных убийств мы сегодня уже разбирали одну ппшку в первый слот так что вот вам альтернатива во второй случайная переменная удивляет своей стабильностью и точностью столь мягкой стрельбы от нее просто не ожидаешь она легко могла бы стать моей пп на каждый день если бы не одно но о котором я скажу в конце видео а между тем в нашем списке осталось еще три позиции и чем мы ближе к финалу тему сложнее оружие как бы я не хотел сделать этот лист наиболее доступным для новичков и одиночных игроков но все же некоторое оружие из рейдов просто никак нельзя не назвать говоря о мете пве стволов например снайперская винтовка родословная которую можно выбить в рейде склеп глубокого камня снайпа в первый слот которая очень выручит тебя в любой сложной активности у нее отличная эффективная дальность и урон так что однажды выбив ее в склепе глубокого камня ты сможешь использовать ее в других рейдах в том же хрустальном чертоге она подойдет и для урона по атеону и для снятия оракулов за пару выстрелов тут главное добыть хорошие перки гофрированный ствол тактический магазин восстановления и истрижающее оружие или рекомбинацию признаюсь я дико невезучий когда дело касается до рейда сгк так что сам до сих пор нормальную так и не выбил но удачи желаю тебе эта винтовка действительно одна из самых популярных и по праву и так добрались почти до самого верха на второй строчке вершитель рока он же фейтбрингер револьвер из рейда хрустальный чертог относится револьвер к архетипу 140 с кинетическим уроном но пускай вас это не пугает он действительно вернулся таким каким мы его хотели видеть взрывным в прямом смысле слова из перков вам нужны чеканные нарезы высокоточные припасы фугасный снаряд и светлячок фугасный снаряд повысит урон на 11 процентов при попадании в крит и 15 процентов в тело да в наборе перков может выпасть к примеру киллерский магазин но если мы говорим о пве то куда профитнее ориентироваться именно на фугасные снаряды для постоянного и независимого прироста к урону а светлячок отлично сработает при зачистке мобов и даст возможность создавать сферы распутина ну не чудо ли так что если вы идете в новый рейд загадывайте себе не какой-то там экзот векс а именно новый револьвер с правильным набором перков ну и на первом месте у нас и келпп да старушка с электрическим уроном я настолько прирос двумя руками к этому пистолету пулемету что просто не могу не согласиться со статистикой это самая популярная оружие в пве сейчас по данным destiny tracker агрессивная рама потрясающий набор перков и доступность этой ппшки делают все для максимально широкого применения этого оружия получить ее можно где угодно из случайных наград у оружейника банши или из энграм с недавних пор он может ее просто в продаже привести если попадется хороший ролл то прям берите из перков зауженный ствол тактический магазин жизнеобеспечение или датчик угроз плюс в окружении идеальный выбор для зачистки мобов но главная особенность которая как раз и будет тем самым но которое я упоминал когда говорил про новую ппшку от культа грядущей войны что и тел способна создавать сферы распутина которые на текущий момент просто невероятно сильные в игре и я без них не представляю своего ежедневного билда так что да я без всяких оговорок согласен что это ппшка должна быть у каждого игрока в арсенале ее можно комбинировать с гранатометом в первый слот сезонным который мы разобрали или с той же горсткой пепла и добиваться тем самым максимальной эффективности на поле боя когда вас осаждают толпы противников так что вот наш сегодняшний итог надеюсь новым игрокам это видео поможет хоть немного сориентироваться в том какое оружие им необходимо и как и в каких ситуациях его использовать обязательно поставьте лайк и напишите в комментах если это было полезно и тогда я буду знать что такие ролики нужны поговорим тогда и о том какое оружие брать в пвп о мете горнила и будем периодически возвращаться к этой теме спасибо за просмотр и за подписку до связи